Традиционные самые крупные предновогодние ярмарки в этом году свою работу начнут по давно знакомым брещанным адресам на площади Лениной по улице Гоголя в уютных деревянных домиках. Продажи здесь стартуют уже 1 декабря. И по заверению организаторов, ассортимент красочных игрушек, гирлянд и пушистых елей будет действительно разнообразным. Новогодние ярмарки пройдут с 1 по 31 декабря по улице Гоголя с 10 до 19 часов. И с 4 декабря по 19 января на площади Ленина с 12 до 22 часов. На ярмарках будет представлена продукция как общественного питания, горячие напитки, кулинарная продукция, так и искусственные натуральные ели, сувенирная продукция, карнавальные костюмы. Если торговать игрушками и аксессуарами для дома и офиса владельцы павильонов начнут 1 декабря, то вот живую ель в дом можно будет приобрести уже с 19-го. Цены на новогоднюю красавицу начинаются от 6 рублей. Кроме непосредственных атрибутов праздника, ярмарка по-прежнему будет сохранять свою атмосферность, которую кроме общего антуража создают уличные кафе. Но это еще не все. Также дополнительно в этом году на площади Ленина на ярмарке будут установлены развлекательные мероприятия. И на улице Гоголя будет установлен световой фонтан и новогодняя фотозона. Можно ли представить Рождество или Новый год без подарков? Конечно же, нет. В такие сказочные дни бесспорно хочется удивить родных и близких чем-то особенным. И здесь на помощь приходят ремесленники. С любовью и особым трепетом талантливые руки брестского мастера Светланы Тарасовой создают поистине уникальные работы. Ее деревья счастья – не просто элемент декора. Сделанные с любовью и заботой, они наполняют дом своих хозяев светом и уютом. А еще в коллекции сувениров к праздникам с недавних пор прописались медовые свечи. Смотрятся они очень интересно и необычно. Творчество – это, я говорю, настолько избирательно, потому что из многих видов творчества декоративного я выбрала это. И вот говорят, что даже в интернете, если смотрят, я делаю композиции, кебаны, бонсаи. И кроме деревьев счастья, сейчас уже стала делать такие свечи медовые, новогодние. Это как бы такой хороший подарок, понимаете, когда зажигаешь свечу, а она сделала своими руками. Так же, как любуешься декором деревьев, световой гаммой, это нужно уже иметь большой опыт. Работы брещанки Светланы Тарасовой с удовольствием разлетаются в разные уголки мира. Ее деревья уже украсили интерьеры квартир и домов России, Канады, США, Франции, Грузии, Марокко, Венгрии. Как правило, люди выбирают такого рода сувениры на семейные праздники. И это не зря, уверена Светлана Васильевна. И добавляет, ручная работа, сделанная с любовью, принесет в дом радость. Это обереги домашние, это семейный как бы сувенир, который должен быть в каждом доме. Потому что крона дерева защищает от негативного влияния, а корни укрепляет семью. Это творчество дает нам такие силы, потому что это озарение, это создание нового. Что ж, мастера Бреста готовы встречать праздники. А это значит, что у каждого из нас уже есть возможность выбрать для близких сувенир по душе. Пока ассортимент широк, ведь чем ближе к заветным датам, тем выше спрос.